Снова доброе утро. Напоминаю, четверг сегодня, 28 июля. Самое время всерьез задуматься о выходных, но не о ближайших, а о следующих. С 5 по 7 августа в Хохловке пройдет фестиваль Камва. Что ждет пермяков, нам прямо сейчас расскажет наши утренние гости в студии Наталья Шостина, директор международного фестиваля Камва. Доброе утро. Доброе утро. Всем хорошего дня. Потрясающая история эта Камва, на самом деле, уникальная совершенно. У меня даже слов не хватает. Я в прошлом году была на фестивале. В прошлом году был юбилейный фестиваль. В эколагере я была в прошлом году, решила там остаться. Это была отдельная совершенно история, такой маленький фестиваль в большом фестивале. В этом году так же будет? В этом году снова мы строим эколагерь для участников, гостей, организаторов, туристов. И в этом году мы ожидаем очень много приезжих из других регионов, из соседей, из Пермского края. Поэтому эколагерь становится такой действительно частью фестиваля. Он проходит и разворачивается напротив музея, на холмах с прекрасным видом на реку, на небо, на солнце. И, конечно, все, кто любит туризм, все, кто любит путешествие, природу и здоровый образ жизни, мы приглашаем как раз к нам присоединиться, потому что эколагерь – это такая дополнительная площадка фестиваля. И вечерние концерты, вечерняя программа, которая ждет всех, кто будет жить в эколагере, приятно удивит и позволит неформально общаться с участниками, с теми гостями, которые к нам приедут из разных городов и стран. Там будет отдельная программа, совершенно не пересекающаяся с программой основных площадок в музее? Там будет вечерняя программа музыкальная, и мы очень рады, что получается развивать на фестивале Камва электронный формат. И там будут музыканты, которые играют в формате современной экспериментальной музыки, музыки ворд, ворд-мьюзик и такого фольклорного современного направления. В том числе он в фестивале выступит в день открытия 5-го числа диджея Рэмпью. Это очень известный в мире диджей, входит в такой топ, который играет современную этническую электронную музыку. Он впервые в России, впервые в Перми. Он очень удивился, что его пригласили в Пермь. Он хочет приехать познакомиться с Россией именно через фестиваль Камва и через Пермь, как это ни странно. А он будет выступать 5-го числа. 5-го числа – это открытие фестиваля, и всех, кто заезжает в ЭК-лагерь именно 5-го августа, ждет гала-концерт, где выступят все участники, в том числе хедлайнер. То есть, если задумали в ЭК-лагерь, еще есть время собраться и организоваться? Да, собраться, семейный отдых. Мы ждем именно очень много молодых семей с детьми. Все будет для них сделано. Утренняя йога. Здоровая еда. Ну и музыкальная часть, конечно, очень важна. Музыкальная часть, которая будет проходить вечером после основной программы в Музее Хохловка. И еще будет площадка этнокино. Такой сюрприз для любителей просмотров вечерних фильмов. Будет такой огромный павильон надувной. Планетарий. Внутренний эффект планетария. И все зрители будут получать наушники, слушать звук через наушники и смотреть, как разворачивается фильм на круглом экране. Очень любопытное зрелище. Поэтому это дополнит программу фестиваля и дополнительно создаст такое очень интересное знакомство с различным творчеством кинематографистов всего мира. Ну и помимо программы, скажем, музыкальной, кинопрограммы, есть еще и, скажем так, ответвление от фестивальной программы. Да, всего 8 форматов на фестивале Камва. Один из самых интересных для, опять же, семей молодых – это фестиваль воздушных змеев, который проходит в этом году второй раз. И мы очень рады, что к нам приезжают китайцы, привозят своих ручных змеев. И это действительно будет волшебное зрелище, когда змеи 20-метровые поднимутся в небо Хохловки. Дело за малым, за хорошим, добрым ветром. Надеюсь, он обязательно посетит фестиваль. Да, хорошая погода, солнце и легкий ветер, который позволит поднять в небо этих волшебных змеев. Ну, а все остальное – потрясающая музыка, замечательная компания и единомышленники. Замечательная компания, художники, новые объекты ленд-арта, прекрасное шоу этномоды, конкурс хлеба, праздник фольклора. В общем, программа очень разнообразная, поэтому те, кто хочет, интересно, провести следующие выходные, 5-7 августа, мы приглашаем в Хохловку на фестиваль Камва. Приезжайте с друзьями, приезжайте нарядно одетыми, будет интересно, хорошая погода впереди. Спасибо вам большое, что нашли время к нам прийти и рассказать о программе немножко. Жалко, что не хватает нам времени, чтобы побольше развернуть. Спасибо. Напоминаю, с 5-7 августа в Хохловке Камва. Не пропустите.